Проводим во всех классах и на всех уроках, пожалуй, будут проводиться беседы в честь 90-летия, вот 90-летия, чтобы вы запомнили наши библиотеки центральные, 90-летия уже, да? Вот городу 80 лет, да? Представьте, на 10 лет раньше город был основан наш, ну, считается, статус города получил он в каком году? В 1931 году, он стал называться городом, а вообще основано было поселение наше в каком? В 1846, так, на году? А городом, так, вот у нас 80 лет городу отмечаем, а 90-летия, значит, на 10 лет еще раньше, в начале 20-х годов, в 21-м году был основан эта наша библиотека. Что я хочу сказать, что в каждом номере дружбы сейчас, вот в каждом номере дружбы, есть, ну, вот статьи генерального директора Центральной библиотечной системы, как он называется, Илья Нурмагомедовича Якубова. И в каждой газете, да, он пишет воспоминания, уже у нас собралось много таких, ну, я одну из них последнюю принесла. Его воспоминания о том, ну, конечно, у него активы под боком, поэтому ему очень, ну, как говорится, просто вспомнить то, что было в начале этого истории нашей Центральной библиотечной системы. Я, например, помню нашу библиотеку, ну, вот здесь вот Илья Нурмагомедович Якубова, очень умный, образованный, деятельный человек, интеллигент, интеллигент, ну, вот просто на все 100%. Его сестра Неля у меня училась отлично, врачом стала, его брат тоже, у него есть тоже брат, тоже он стал каким-то бизнесменом. Ну, я хочу вам сказать, вот, если вам интереснее будет не то, что я там буду прочитать, буду читать, кто там. Главное, что вот в те годы, вот я с семьей приехала сюда в 67-м году. В 67-м году и полностью я все это отлично помню, какую роль играла эта библиотека. Другое здание было, старое здание было, конечно, не такое вот красивое, как оно сейчас, настоящий Центр Культуры. А вот в те времена, я хорошо помню, телевизор был, да, и то не у всех. Поэтому, а когда телевизоров стало больше, вот в 80-е годы, да, за эти 20 лет, вот в 67-е, 87-е, если взять, да, телевизор был. Но мы могли смотреть только 2-3 канала государственные, съезды партии, выступления руководителей партии правительства, фильмы, которые одобряло, значит, центральное телевидение, фильмы, которые прошли цензуру и так далее, нравится, не нравится, эти 2-3 канала мы должны смотреть. Поэтому, основным источником, ну, вообще, вот культурного как-то обмена, да, и вот культурного роста людей того времени была библиотека. Вот честно вам скажу, что я с удовольствием туда ходила, так как всю жизнь любила читать, и ходила туда, и смотрела, как много там бывает людей. И внизу детское отделение, наверху абонент, читальный зал, там устраивались выставки, и даже вот на вашей памяти, вы помните, да, сколько хороших там было мероприятий и выставки, и встреч, и конференции, и конкурсы. И вот сейчас объявлен конкурс, знаете, какой, среди разных возрастных групп, объявлен конкурс 90 книг, вот 90, да, где прочитать 90 книг нужно ребенку, ученику, и проверяют, читали или нет, и вот моя девочка, Атва Иванина, она получила, допустим, уже за прохождение первого тура, она большинство уже книг прочитала, она получила желтую майку лидера, как это положено, да, еще какой-то ценный приз получила, она очень довольна была, таких в газете дружбы написали, а не я приносилась-то. Ну а что я помню? Всегда в библиотеке, в библиотеке было полно народу, там можно было любую книгу попросить для студентов, студентов было очень много, и педколледжа, и сельхозтехникума, и еще в это время даже взрослые посещали вот институт марксизма-ленинизма, по вечерам взрослые институт, и там нужно было получить высшее, как бы, знание по партийной, это партийная такая, вот учеба была, особенно историки, литераторы должны были посещать вот эти вот университеты, и там давали даже такой диплом о том, что закончили, издали и в занятии. Очень многие люди стремились в библиотеку, потому что, по сути дела, других таких особых, ну как бы, развлечений и не было, и много художественной литературы читали, и специальной литературы, а дети, вот я помню, когда в прошлый мой выпуск я поливаю библиотеку, чтобы, ну как-то вот, приучить их ходить туда. Как они сели в эту, они часа два-три там сидели, а вначале как будто на веревочке вели, а потом, как начали рассматривать эти красивые книги, это пятый класс, поэтому они красивые книги, Илюз Биллова, не столько вопросов, вместе сидели, обсуждали потихонечку это все, подходили, спрашивали у руководителей, ну там, идти, радовали за него, интересно, ребята, да, очень интересно. И тут же почти все записались, чтобы ходить туда, в этот чит-зал детский, там и абонент, там и детский чит-зал, приходить и смотреть вот эти вот книги, там детские энциклопедии, иллюстрированные книги про животных, там и по технике, там и по спорту, кому что нравится. Ну а взрослые в это время, на втором этаже, в читальном зале сидели, и журналы, подписки газет, любую газету, подписку можно было взять, писать курсовые, писать рефераты, можно было любую справку, а какие получили там, а какие работники были, я до сих пор помню, с такими, они, с таким, ну как говорится, доброжелательством, с такой, они относились уважением к любому, даже маленькому читателю, они очень внимательно относились, выслушивали, что я могу вам посоветовать, а вот это подойдет, не подойдет вам, очень хорошие такие, привет, привет, ну такие вот светлые лица у этих людей были. Сейчас тоже, ну и коллектив библиотеки, конечно, поменялся уже несколько раз, но в основном, конечно, сохранились те, которые, люди, которые работали давно в этой библиотеке, в этой, ну это очень нужно, они и лекции, вот нас, допустим, приглашали туда, да, и читали нам лекции, на учителях они читали лекции, я помню, когда семинар историков был, у нас там на первом этаже в чей-зале, и там вот читали нам они лекции, и мы думали, ну что они могут там читать, у них же широкий, как-то профиль такой, они обросли бы немножко, окажется, нет, очень-очень знающие люди, все с высшим образованием, ну и Эльмир Нурмагаев-Медович, он это вот сейчас, я хочу сказать, он так поставил это дело библиотечное, что до сих пор, несмотря на компьютер, интернет, да, несмотря на массу вот этих вот видеобиблиотек, это по-прежнему является в нашем городе, да, самым, ну, настоящим культурным центром, что только Эльмир Нурмагаев-Медович не проводит там, какие только мероприятия, посвященные юбилеям известных писателей, Расула Гамзатова, Фазу Халиева, да, они проводят там встречи с известными артистами, Махачкалинских, между прочим, театром, они проводят там, вот недавно, давайте пример приведу, вот, 25-го на каникулах собрали туда, ну, команды, команды от школ, и они должны были по истории соревноваться, соревноваться в знаниях, в истории, вот эти вот между школами, причем от библиотеки, самые лучшие их читающие и эвакированные дети, они защищают честь библиотеки, там две мои девочки были, вот Нина Ума, умненькие, они от библиотеки были, ну, мне жалко было потерять такие цены, как бы, игроковно, мы набрали другие, 7 человек нужно было, из каждого класса, где я работаю, там нужно было 6-е и 7-е классы, я взяла по 2 человека, на всякий случай еще и 8-го, взяли мы, запасного, и, пожалуйста, вот, это, Фатима, свидетель была, и в это время гипповала дома была, и не смогла пойти туда, пришли, несмотря на то, что вспомнили, те, кто не вспомнил, я звонила, ой, я бегу, я сейчас, я успею, я успею, не успею, Али Булат мой, я не смогу, извините, но я говорю, я другим позвоню, позвонила этот Багардин был там или нет, хулиган был, не был, да, я ему тоже позвонила, его, наверное, не могли найти, потому что он вечно где-то, то на соревнованиях, то в бегах, ну, тем не менее, команда собралась? собралась, собралась, и вот вчера буквально, да, вот, Фатима показала мне сертификат, они заработали, они, ну, можно сказать, первое лидерское место, лидерское место заработали, они прошли все этапы, все дорожки, которые там были на плакате нарисованы, они ответили почти, да, на все вопросы, и вот я очень рада за них, и поздравила каждому классику, там, где я вот была уже, я их обязательно спросила, был, не был, как бы хорошо у вас выступали, этот сертификат нужно им показать, и они такие довольные, мы, говорит, были там, ну, на уровне, мы были очень на хорошем месте среди лидеров, ну, вот сертификат, наверное, это, ну, как, ну, ксерос сделали, да, потому что он такой не цветной, черно-белый, ну, конечно, не такое впечатление, но тем не менее приятно, конечно, приятно. Я хочу сказать вот что, что библиотека и 20, и 30, и 90 лет назад, она играла и играет в нашем городе очень большую роль, очень большой, так, действительно центр развития культуры, потому что можно признать, что в нашем городе недостаточно развита культура, согласны, что у нас молодежь недостаточно культурная, а вот более взрослые люди, пожилые, они как-то больше связаны с культурой, они больше читали в свое время, а сейчас мало читают, больше смотрят, а то, что они видят там, как бы в интернете, да, это не всегда спасает.